Судопроизводство по делу Барлыка Миндагазиева приостановлено. Такое решение приняла председатель Бурлинского районного суда Лариса Шамгунова после допроса эксперта, проводившего судебную экспертизу. В ее ответах прозвучало слишком много «я забыла, я торопилась и я не знала». В результате назначена повторная экспертиза. Наши корреспонденты побывали в суде. Началось судебное заседание с весьма серьезного ходатайства адвокатов. Они просили суд переквалифицировать преступления бизнесмена, отметив, что он совершил не одно крупное, а допустил много мелких нарушений. Информацию о налогооблагаемых доходах Миндагазиев должен был предоставлять раз в три месяца. Следовательно, он занижал эти данные несколько раз на протяжении нескольких лет. И сумма, которую ежеквартально скрывал предприниматель, не превышала 20 тысяч минимальных расчетных показателей. Значит, преступление уже не может квалифицироваться как тяжкое. Данное ходатайство суд оставил открытым до вынесения приговора и перешел к допросу свидетелей. В зал пригласили руководителя крестьянского хозяйства Душанов. С его слов ни о Барлыке Миндагазиеве, ни о фирме КСС Билдинг он никогда не слышал. Договоров с ней не заключал, денег не получал. Однако в нескольких дочерних предприятиях КСС бизнесмен чистился снабженцем, зарплатой 800 тысяч тенге. Вы куда-нибудь вообще свои резюме или как трудоустроительство отцепили в норму? Нет, нет. Как вы можете сказать, как ваши даны оказались в этих предприятиях? Я не знаю. Не на руку защиты сыграл еще один свидетель Сергей Барабаш. В КСС он работает больше четырех лет, без трудового договора и пенсионных отчислений. Схема та же. Числился в другой ферме с зарплатой в 700 тысяч, а на руке имел только 50. А когда в зале суда появилась Надежда Цой, эксперт, проводивший судебную экспертизу по документации КСС Билдинг, адвокаты оживились. Но судорожно перелистывая дрожащими руками страницы налогового кодекса в поисках ответов, женщина лишь показала суду свою некомпетентность. Картина эта больше походила на то, как учитель отчитывает провинившегося ученика. Нет, нет, мы ворачиваем, просто здесь, я же говорю, не обратили как-то внимания. Я не помню, здесь время-то не стоит, во сколько это поступает. Хорошо, ответ ясен. Не помните, да, вы просто? Нет. То есть вы не помните события, которые были буквально месячной давности, да? Афет получил. Когда закончился у вас экспертизу? 28 июня. Во сколько? Вечером. Во сколько? Я оставалась... В связи с этим судья вынес постановление о назначении повторной судебной экспертизы. Судопроизводство на это время приостановлено, а вот сам Миндагазиев продолжит коротать дни в СИЗО. Антон Киселев, Даурен Десембиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.